Всем привет! У нас влог начинается с вкусняшек. К нам пришла тетя наша и принесла... Это как называется? Это корейские рисовые шарики, да. Ну да, это тоже, да? Это все разных сортов. Это с фасолью. Я уже другие попала, а такие еще нет. Я их очень люблю. Всем привет! У нас сейчас... А, да, привет! Привет, Лера! Приветик! Я-то забыла, что теперь не я одна. Короче, мы вышли погулять. Сейчас. Сейчас время у нас сколько идет? Один, два, три, четыре. Идет время у нас. Да. Полвосьмого где-то. И мы вышли погулять, потому что целый день мы с Каролиной отсыпались, потом разбирали там кое-какие вещи, а сейчас решили прогуляться. Вот. Вчера, значит, я поспала, но я решила ложиться спать сразу как бы по местному времени ночью, чтобы уже быстрее привыкать к, ну, именно к дешнему режиму. Потому что вот у Каролины, например, так как она еще ребенок, она в любом случае живет по московскому времени и спала точно так же. Пока мы гуляем. Здесь, кстати говоря, не очень холодно, но в эти дни все равно прохладно. оказывается. Где-то градусов восемь. Я думаю, что в Москве даже теплее. Аккуратней. Вот так вот мы ходим гуляем. Пока еще не привыкли. Я думаю, что эти несколько дней у нас будут конкретно именно такие, скажем так, налаживать будем режим и привыкать к новому. А на выходных мы уже поедем гулять. Куда-нибудь поедем, где красиво. Каролина тоже этого уже хочет, ждет. Здесь так ярко, и ночью, когда все рекламные баннеры, все зажигается, все красиво. И Каролина, когда вышла на улицу, она же после такого долгого времени первый раз выходит на улицу ночью и говорит, вау, как тут красиво. Да, тебе уже не привычно. Как красиво не было. А, извините, я, оказывается, придумала. Там новая идея, вот, поселилась. Куда поселить? Попросил. Такой вопрос делает. Да. Мы пришли в магазин Тайсо, потому что это один из моих любимых магазинов. Здесь есть разные игрушки, в общем, всякая мелочевка. Сейчас здесь погуляем. Это было по дороге. Все такое яркое. Что, ты себе что-то уже подбираешь здесь, что ли? Нет, не подбираю. А-а-а. Всякие интересности здесь. Столько разных косметичек здесь. А вы знаете, что я их люблю. Я, кстати, себе взяла маленький блокнотик, чтобы сделать заметки, потому что я с собой не взяла. Взяла маленький, потому что я не хочу с собой таскать. Тяжелый, большой. Кстати, мне вот эта косметичка понравилась. Да и вообще мне все здесь нравятся. Серьезно. Сколько здесь разных баночек. Мессенджер. Вот эта вообще меня убила. Маленькая. Она, по-моему, идет только на 100 миллилитров. Пока баночки мне не нужны, чуть попозже возьму. Это все для декора комнаты. И здесь очень много всего разного. И это просто обычный магазин. Не какой-то специализированный. В общем, пока здесь гуляем, чуть попозже я, конечно же, буду уже закупаться. Кстати, ко мне недавно пришла зайка по типу такой, но не такая. Это еще в Москве у меня пришла посылка перед отъездом. Магазин очень большой. Здесь чего только нет. Точнее, есть все абсолютно. Смотрите, какая милая посуда. Горошек. Она только красивая. Я бы из такой посуды не ела, потому что я не люблю такую посуду с рисунком, чтобы есть. А просто как декоративный элемент мне всегда нравится. Ой, ну здесь вообще много разных принтов. Гляньте. И разной текстурой посуда. Все в таком розовом цвете, красивом, пастельных тонах. Абсолютно все. Ванаван. Я их недавно только прям полюбила. Раньше просто нравились. И вот еще они здесь. Это еще с Валентинов дня, что ли, осталось? Да, здесь все вкусняшки продают. Очень огромный выбор. Аж глаза разбегаются. А я же люблю всякие снеки. Если бы не мое правильное питание, я бы все здесь перепробовала. Блин, я тут Йондо увидела. Смотрите, он здесь как раз с такими же бровями, как и был в сериале. Абсолютно. 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 Каролина, блин, здесь все яркое такое. Лера-то уже привыкла. Кстати, смотрите, здесь Пак Багом. Это актер корейский, который мне нравится. И здесь постоянно кричат об акциях. Мы ходим здесь гуляем. Вышли уже из магазина. В магазине погуляли. В другой магазин сходили погуляли. И сейчас уже прогуляемся здесь. Воздухом подышим. Здесь очень влажный воздух. Кстати говоря, по сравнению с Москвой. И это сразу чувствуется. Но, по крайней мере, я сразу чувствую. И кожа у меня здесь так не сохнет. Вы что хотите? Врезаться? Аккуратней. Когда Каролина ходила в Корею в садик, она ездила и уезжала на вот таком автобусе желтом. Я ее сажала, и она уезжала. А потом вечером я их встречала. Она с Лерочкой ходила тогда в садик один. Сейчас уже здесь начинается дождик, поэтому мы все-таки идем домой. И что касается садиков, это знаете, как удобно, когда ребенка не нужно отвозить в садик или отводить там утром. А ты просто выходишь, и к подъезду подъезжает такой автобус. Ну, или к дороге там. Обычно и к дому тоже подъезжает. Да, но главное не опоздать. Да, ну там вы просто договариваетесь о времени. И он как бы деток собирает с одной группы. Ну, или не с одной группы, я уже не знаю, как у них там. Но он забирает детей и отвозит в садик. А потом он точно так же привозит. И ты ко времени выходишь, ждешь. Я помню, как он у меня... Ты помнишь, да, как вас отвозили? В таких автобусах, я не помню, были сидения детские или нет. Но в таких мини-вэнах были, нет? Когда была маленькая, я с мамой ходила в автобус. А, в автобус, ну да. Тебя же тоже забирал. А на мини-вэнах там на каждом сидении прям есть автокресла, и деток забирают. И тогда им, получается, было где-то 3 года. Да. То есть, даже самых маленьких они забирают вот так вот детей. Потому что в самом автобусе там и воспитательницы тоже сидят, помимо водителя. То есть, это не просто ты ребенка кинул, и все. Короче, ребята, это все намного хуже, чем казалось. Смотрите, это град. Самый настоящий град. Девкам так нравится, потому что камушки с неба летят. Всем привет. Сейчас уже утро, и мы идем в магазин, потому что нужно кое-что купить. Сегодня вечером мы пойдем на день рождения, но для вас это уже, наверное, будет другой день. И мы сейчас идем в магазин, чтобы купить что-нибудь. Смотрите, я нашла здесь актера, который снимался в Дораме Высшее общество. Ну, много где он, короче, снимался. Силочка. Да, он тоже, да, там снимался? А она тоже много где снималась. Но она меня так бесила, а здесь она даже милая. Да, она прекрасно снималась. Да, я ее оттуда и знаю, она меня там вообще вымогала. Мы в магазине были. Лера, привет. Ребята, я уже дома, и хотела ответить сейчас на несколько вопросов, которые возникли, во-первых, под предыдущим влогом, и также несколько человек еще мне писало в Инстаграм о том, что как пройти паспортный контроль, тяжело ли его проходить, потому что у многих возникают проблемы, и, честно говоря, я вообще о таком никогда не слышала, чтобы возникали какие-то проблемы. Единственное, что я слышала, это то, что возникают проблемы, когда человек хочет либо увильнуть от каких-то там условий, да, которые выставляет Корея, либо же, ну, нарушить, собирается и пытается как-то, я не знаю, прошмыгнуть, как говорится. А так, в принципе, никаких проблем нет. Что такое паспортный контроль? Вы просто проходите проверку, и все, предъявляете документы все нужные, нету никаких проблем и вопросов к вам вообще не возникнет, то есть все нормально. Единственное, что я знаю, что есть некоторые условия, которые нужно вообще соблюдать. Об этом предупреждают как бы сразу и авиакомпании, когда вы покупаете билет. Ну, по крайней мере, Аэрофлот, он предупреждает, меня предупреждал о том, что, ну, во-первых, если вы едете как турист, я даже специальную пометку сейчас нашла, которую, как бы, читала, когда нужно было мне покупать билет. Корейские власти, что им нужно, значит, они тщательную проверку, да, проводят пассажиров в аэропортах, ну, документы. И, значит, что нужно вам? Вам нужно подтвердить туристическую направленность визита, то есть, чтобы вам не отказали во въезде в Корею, вам нужно, значит, иметь при себе подтверждение бронирования на гостиницу на все время поездки. Также вам нужен либо обратный билет, либо же на дальнейший маршрут. Потом вам нужна выписка с банковского счета, пластиковая карточка, ну, которую вы можете рассчитаться на территории Кореи, то есть, чтобы не было такого, что вы приперлись сюда, как бы, на хлебник, да, грубо говоря. Естественно, контактные данные лиц и организации, которые подготовят для вас приглашение, если оно у вас такое имеется. В принципе, все, никаких проблем нет дополнительных, и то, как бы, даже несколько подписчиц мне писали о том, что они ездили туда, все нормально, и практически ничего там у них вообще не спрашивали. Единственное, что я слышала, что в последнее время, вот из-за Олимпиады, жестче проверяли и новые какие-то условия еще добавили. Это нужно будет уже узнавать посольство, я, как бы, не интересовалась сильно этим, но это можно все узнать в посольстве, если вы не хотите ехать, или, допустим, вы не из Москвы, то вы можете позвонить в посольство, там все объяснят, все нормально, как бы. И нужно в любом случае соблюдать все условия той страны, в которую вы летите. Это не, будь то Корея, будь то Америка, и вообще не важно, какая страна. Вот, я сейчас пойду уже собираться, короче, у меня времени мало. Пойду собираться, и мы с вами увидимся уже завтра. Если вам понравился этот влог, то ставьте пальчик вверх. Завтра мы еще собираемся кое-куда поехать. Я надеюсь, что все будет нормально, и с погодой нам повезет. Все, подписывайтесь на мой этот канал, если хотите смотреть влоги, и подписывайтесь на мой основной канал, если вы еще на него не подписаны, потому что я спрашивала в Инстаграм, оказывается, многие люди не подписаны на мой основной канал. Подписывайтесь, всегда ссылку вы найдете в описании под любым влогом. Все, увидимся с вами завтра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok